Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. К сожалению, видосик будет достаточно короткий. Добавили в этом обновлении продолжение у Белочки Фисташки, вновь ей нужно что-то искать, бабочек, предоставлять в деревню Тейлтоп. А еще нам добавили несколько комплектов, и их уже вовсю спойлерят на новых Финхорсах, то бишь на финских лошадках. И эти комплекты доступны в магазинах Диколесья, и, мне вот интересно, нет, они не доступны в глобальном магазине, они доступны именно в магазинах народов. Вот, таким образом, вот у мистиков у нас и появились вот такие вот перышки, так что те, кто любит диких лошадок, дождя и спирта, welcome to покупать себе перышки для своих лошадок. Что же, интересно, у других племен. Да, я сейчас очень редко снимаю видосы, я очень редко играю, но, кстати, каким-то образом начала более-менее... Эх, ладно, не очень. Более-менее пытаться запоминать, что где находится в Диколесье. Хотя, на самом деле, я очень мало времени прохожу в игре. Да, вот здесь, вот видите, ничего не много, совсем мало чего-то есть. Вот, с чем это связано? Во-первых, меня сейчас игрушка ничем не тянет к себе. Это очень грустно, на самом деле. Хотя, вот, потихонечку, вроде бы, лепецан у меня качается. И, по поводу предыдущих обновлений. Я записала видео, я записала полноценное, длинное видео о том, что, где, когда и почему. Но, к сожалению, там так все лагало, что мне просто было стыдно. Мне было стыдно пытаться это выложить и показать вам. Поэтому я решила, что не буду выкладывать это видео в таком ужаснейшем качестве. Ну, вроде бы, в этот раз, кстати, я снимаю, и у меня все не так лагает. Но, тем не менее, как-то переснимать уже то, что у меня было, я не хочу. Так, вот, пожалуйста, у лицевиков такие яркие перышки. Кстати, я думаю, подойдет это магикам. А первый комплект подойдет тинкерам магическим, которые... Не помню вообще, как они называются, но, в принципе, мне кажется, подойдет. Так, на попу, на хвост, точнее. Вот, такие вот классные перышки. Вот, мне, кстати, они очень нравятся. Но покупать пока ничего не собираюсь. Я думаю, над лотосом... Нет, не над лотосом. Над лотосом у мистиков. Вот это, да, вот это я еще думаю. Так, и, да, я слегка тут опять заплутала, потому что это явно не все магазины. Все-таки как-то трудно мне дается эта локация. Даже если я в ней как-то каталась, проводила время, то запомнить целиком и полностью что-то, где продается, у меня почему-то не очень хорошо получается. Вот. И о чем хочу поговорить, чтобы было коротенькое видео? Я сейчас буду вообще по минимуму снимать видео. Нет, мне нравится Star Stable. Мне нравится снимать для вас видео. Но в данный момент времени я не хочу сидеть в компьютере вообще. То есть, ну, я зашла даже не посмотреть обновление сегодняшнее. Вот, да, вы видите, как все лагает. Я зашла просто поговорить с вами и рассказать о том, что у меня в данный момент нет никакого желания сидеть в ноутбуке, в компьютере и во что-либо играть. Вот вообще ни во что не хочу. Вы знаете, у меня есть возможность поиграть на минималках в ВАРК, там еще в Симс, второй, третий, неважно. У меня всегда будет возможность поиграть во что-нибудь. Неважно там, какой уграчиста игра, какая графика. Вот. Но я элементарно этого не хочу. Я не знаю почему. У меня вот два дня точно ноутбук просто стоял закрытый и даже успел покрыться слоем пыли. А может быть и не два дня, а может чуть побольше. Вот. Поэтому... Почему не снимаю еще такой момент? Опять такая ситуация, что обновления меня не цепляют. Мне они не интересны вообще. То есть нет такого, что я, допустим, увидела обновление и такая, вау, круто, надо пойти посмотреть, что там, где там, надо еще с Кэролинкой зайти посмотреть, пообсуждать все это дело. Но сейчас такого нет у меня вообще. Единственный момент, я точно буду, я буду снимать, постараюсь в тот же день. Хотя в зависимости от того, насколько долго оно продлится. Обновление по поводу добавления финхорсов. Вот там, да, там будет и обновление, и покупочка, и даже, я вам скажу, там будет не одна покупочка, их будет очень-очень много, потому что каким-то образом финхорсы для меня стали желанной лошадью. Да, до сих пор не купила, не купившая ни единого Марвара, я уже безумно влюбилась в финхорсов, и я хочу себе финхорса. Ни одного. Да, не знаю почему. Ну, пишите, кстати, комментарии, как вам финхорс, несмотря на то, что пока что официальный старстейбл спойлерит нам чисто фотографиями, то в ютубе вы уже можете найти спойлеры 3D-модельки, но наверняка она будет дорабатываться, поэтому если вам что-то в ней не нравится, держите кубочки за то, что это не навсегда, и надейтесь, что разработчики это поправят. Так, кстати, пока я тут каталась, я совсем заплутала и забыла, где продается шматье воинов. Да, все так плохо. Вот, так что не переживайте, я не забыла вас, я хочу снимать, я хочу делиться с вами чем-то, связанное с ССО. Просто поймите, что пока что ССО не дает мне того, чем бы я хотела с вами поделиться, что-то рассказать, какой-то вау донести до вас. Этого пока ничего нету, то есть я действительно не хочу снимать, просто потому что не хочу сидеть пока что в ноутбуке, а это значит, ну, точно никак не снимать, и потому что я не хочу ничего, нечего, мне нечего рассказывать по ССО. По поводу прокачки коней, я поняла, что магиков сейчас я качать вообще не хочу. То есть я попыталась, у меня это не очень сейчас получилось, и я думаю, что пусть они стоят, и вот может быть летом у меня будет очередной бубух, ба-бам и фейерверк на прокачку коней, и вот уже тогда я займусь всеми своими магиками. Хотя к тому моменту, я думаю, придется заниматься и другими лошадьми. Вот, а что еще? Вот, Липецана, я вам сразу сказала, что прокачивать я его моментально не хочу, потому что это, если честно, я так кайфую, я просто так кайфую сейчас от того, что у меня есть этот Липецан, я не знаю, я как будто вновь вернулась в 2017, когда только начала играть, и Липецан это было что-то волшебное, это была выездковая лошадь, и просто вау, наравне с фризами стоял Липецан. Ну, хотя да, фризы всегда были какой-то элитной лошади, такой вип-персонной, но не знаю, мне Липецаны тоже очень сильно нравились. И да, ребята, кто не знает, у кого нет Липецанов, и кто даже ими не интересовался, то на пробел они могут делать вот так вот, свою фирменную стоечку. Да. Вот, так что мне это как-то ностальгирует. И на самом деле, действительно, ребят, я вас очень сильно люблю, спасибо, что вы остаетесь со мной, что пишете до сих пор комментарии, поддерживаете меня, и несмотря на мои иногда долгие уходы, и отсутствие видео на канале, вы можете пересматривать мои старые видосы, спрашивать что-то в комментариях, я отвечу, может быть, конечно, не сразу, но периодически я мониторю комментарии, и стараюсь на них отвечать, если они хорошие, с достаточно интересными вопросами, темами, вот, то и поболтать на эти темы, и ответить на вопросы, которые я, конечно, люблю и могу. Вот, и я, на самом деле, уже жду, 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 когда на моем канале достигнется отметочка, священная отметочка, которую я жду уже очень давно. И, на самом деле, я, ребят, я очень буду рада, если эта отметочка уже достигнется. О, боже, ребята, она уже достигнется, 480 подписчиков, как удачно я зашла посмотреть количество подписчиков на своем канале. Ребятушки, спасибо вам большое, просто спасибо, что вы есть, что вы вообще поддерживаете, смотрите меня, что пишите такие рестные комментарии, что классные видео, классные темы, классное оформление, ну, в принципе, что просто вам нравится мой канал и то, что я на нем выставляю. Это очень сильно приятно, это прям очень сильно греет мою душеньку. Очень приятно, что даже старые видео продолжают набирать количество просмотров, но хотя, если бы я залезла и, кстати, отредактировала бы хэштеги в этих видосах, я думаю, они были бы еще больше популярны. То есть, вот, к примеру, недели две назад мне девочка написала в комментарии по поводу видео со спиритом, я вообще удивилась, и я увидела, что спирита уже нету три года, ребята, три года спирита уже нету. Я в шоке, это же было вот недавно, и куда все делось, вот куда все делось? Вот, нет, даже вот, да, шесть дней назад девочка мне написала комментарии под видео про спирита. Вот, так что, на самом деле, я о вас не забываю, я всегда о вас думаю, я всегда думаю, что бы такого можно было снять, но сейчас вот, кстати, никакого желания у меня в компьютере сидеть нету, видосиков снимать желания в ССО тоже нету, вот, но зато вот у меня появилось резкое желание снять вам видео и рассказать, что да как у меня, что не волнуйтесь, я вас не забыла, я вас все так же люблю и обожаю. А на этом как раз я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. И давайте вместе ждать финхорсов. Редактор субтитров А.Семкин